Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и мы продолжаем играть за пиратов в моде Игра Престолов. Знаете, у нас сейчас всё так хорошо идёт, мы захватили Железнорождённых, и сейчас планируем наступать на Западные Земли, потому что у нас, ну, очень много войск, и основная сила сконцентрирована пока что здесь. Вассал нас не любят, но всё равно дают нам войска. В общем, всё бы было бы так хорошо, если бы не одна дичь, которая сейчас здесь начала происходить. А, к сути, наш сын правит в Лисе, да? Мы Сузерен объявили в Саннику, это левый чувак, и это, кстати, левый чувак является нашим вассалом, тупой ещё причём, и мы ничего не можем сделать, понимаете? Мы просто на это смотрим, нашего сына сейчас просто возьмут, поймают, заберут с земли, непонятно что с ним сделают. И мы ничего не можем сделать, потому что, как бы ты ни говорил ему приказать закончить войну, он имеет полное право просто взять и отказаться. А, ребят, у меня сейчас такое, как бы, первый раз было. Сколько раз я не пробовал, они ни разу не сдавались. Серьёзно? Это чё, прикол такой? Я думаю, там вообще они не сдаются, ну то есть они раз напали, значит они целеустремлённые там, и... Какой шанс был, что он сдастся, ребят? Нам, короче, повезло. Но я думаю, то, что это не сильно большая проблема, потому что нам было бы несложно взять и заново захватить из земли по претензии сына. И всё бы встал на свои места, но это лишний геморрой, который нам совсем не нужен. И всё очень хорошо, что так и завершилось. Супер, короче. Ладно, нам нужен сейчас утёс. 31 тысяча. Деньги у нас есть, но не на наёмников, просто на содержание наших войск. Мы хорош командир, но можем, в принципе, уже и, наверное, нападать. Так, а это мы пытаемся его убить, но как бы он нам уже здесь не нужен, можно отменить. Хотя, я думаю, то, что бесполезно было бы, потому что всё равно бы новый командир пришёл ещё более тупее, но войска бы не поменялись, и всё бы так бы и осталось. Ладно, сейчас мы... Что можем пока сделать? А, да, мы купили рабов сейчас в новой лагере. Кстати, когда там уже будет предел, мне интересно. Мы ещё можем купить рабов. Какой у нас там сейчас крупный лагерь рабов? Размер гарнизона, правда, оно уменьшает, но... Тем не менее, войск у нас уже 14606 в этой провинции. Они, правда, тупые, да, я знаю, эти войска просто бесполезны, но... Количеством они могут давить, и в этом их большой плюс. Качеством мы давим войсками вассалов. Например, железнорождённых. У них мы знаем, качество отменное. Ладно, сейчас я на секундочку отойду, проверю микрофон, и... Уже будем нападать на утёс. Всё, я снова здесь, давайте музыку такую прям... Соответствующую. Что это такое? Ну, это более-менее уже. Так, нам же нужны полководцы. Ну, давайте железнорождённых поставим. О, господи, у них столько, на самом деле, этих... Валерийских мечей. А, это багряный дождь, который принадлежал дому Рейн. Он теперь у железнорождённого. Это, кстати, второй меч, который я у них увидел. Ну, и у железнорождённых. Ещё у Харлоу есть, вот здесь. Правильно я его назвал? Господи, так, всё, теперь работай. Харлоу, да, вот у него ещё суперки. В общем, сейчас ещё одну назначим. Так, ну, давай тебя, кстати, это неплохо. Вдохновляющий лидер осады, мастер оборонной местности. Ещё и налётчик. Красавчик, всё, давай тебя поставим. Да, давай. Залетай. А вот десяточка, можно поставить вот этого. А вот ты всё-таки лидер осады, наставить одних лидеров осады и брать королевскую гавань моментально. В общем, давайте тогда объявляем войну. И знаете, в чём большой минус сейчас этого? Я почему-то не вижу здесь возможности напасть на целое королевство. Серьёзно, здесь почему-то этого нет. Можем напасть на герцесса внутри. Кстати, она такая прям аппетитная, красивенькая. А, ну нет. Можно вот так напасть. Утёс Кастерли. Скала. Это близко, красиво было бы, но это бесперспективно совершенно. На внутренний тоже нападать такое. Вот это, кстати, тоже неплохо, но лучше, конечно, это. Это уже всё внутреннее. Кайс, кстати, да, но он очень бедный. В провинции, конечно, вообще жесть. Утёс Кастерли, блин, конечно, гадость такая. Ланни Спорт получше, но мы всё равно его тоже заберём. Получается, вот это вот нападём. Провинции здесь все дорогие. Да, все хорошие, можно напасть пока сюда. Всё, давайте оформим это. Я надеюсь то, что эти провинции мы не вассализируем, а заберём полностью себе, чтобы назначить туда своих пиратов, своих людей. И уже, как бы, ну это лучше. Потому что иметь вассалов, которые тебя не любят, это реально очень плохо. Хоть они тебе дают войска, но они всегда страдают фигнёй. И слегка удерживает их то, что мы являемся устрашающим. Это на 50% снижает всё это. А прикиньте, этого бы не было. Нас бы уже обштурмовали этими всякими восстаниями фракций. Ну, верно, поданный господин, это вице-адмирал, который, кстати, очень плохо с нами поступил. Кто помнит, очень-очень плохо. И нам повезло, что мы тогда выбрались из такой ситуации. Лорд Казначей. И ты ему ещё помогаешь. Хотя отношения у нас достаточно спорные. Но, спасибо. 7% сила фракции нашего господина. 7% нас государцы пока поддерживают. Классный рейтинг. Всё очень чётко. Движемся дальше. Так, мы напали, всё. Нужно уж тогда брать корабли. 760, блин, два. Афигеть. И, знаете, отношения с вассалами не портятся из-за этого. То есть мы можем спокойно это всё использовать. И всем плевать. Ладно, давайте собираем это до здесь. Блин, а вот эта провинция, она пустая абсолютно. Ну, блин, может всё-таки эффективнее взять, поставить, организовать набег. Мы просто будем больше войск получать с таким-то шансом 59, Чем он будет фигней вот этой вот страдать. 115 уровень пополнения. Ну, нифига не пополняется. Вот в чём проблема. 5000 наш сынули отдаёт. И знаете, что я ещё заметил? Он второй город отдал. Нормально? Мы ему дали два города, один замок. Потому что он вполне этим может всем владеть. Получать огромные деньги, огромные войска. Но этот дебиловый, наш другой лейнер, Просто, просто отдал. Может, это мигрен у него подействовал. Так, слушай. У нас только наставник, у него 18. А может быть, мы сейчас поставим, например, железнорождённый, У него 23. Он чёткий. Давайте его и поставим. Прости, чувак, ты там у нас... Может, тебе денег дать? Да, давай вот так, чтобы ты не обижался. А то ты у нас, верно, подданный. Держишь 7% крепкие. Не хочу терять я их. Так, вы тоже тогда сюда. Так, а этих мы, наверное, как всегда, Уже по традиции оставим на защиту наших земель. Потому что западные земли, падлы, могут и сюда к нам приплыть. Но это должно хватить, в принципе. Так, вы здесь все объединяетесь. Так, а у нас ещё здесь. А, ну это вполне нам, в принципе, не надо. Это лишняя морока с этими войсками. Наслаждайтесь отдыхом. Так, а здесь мы, ну, столицу кидайте. Ну, или не столицу. А хотя это всё столица. Не, вы-то можете... Хотя плевать абсолютно, идите-то до сюда. Сейчас их расставлять, это всё фигня. А проще тогда вот так вот сделать. И вы все сюда идите. Всё, вот так вот проще. Всё, эти войска у нас сядут в... Ланиспорте, наверное. Не-не, вы-то, сэкастрали тут 5000. А в Ланиспорте... А, тут вот плохо всё. Ланиспорт можно и маленьким войскам взять. Что-то я рассчитывал на... Другого С. А, единичка, я понял. Я всё понял. Классный это Этимирион. А, кстати, знаете ещё что? А Мерцелла склеилась. Это, блин, я вам должен был показать в самом начале. Она просто погибла при подозрительных обстоятельствах. Мужик. 63 годик. Ой, ты уже не мужик, ты старик. И знаете, что ещё? Третья книга пропала. Осталось две. Было четыре, стало две. Куда они деваются, я не понимаю. Я хочу их пограбить. Ну, хотя бы эта осталась. Блин, самую классную забрали. А ты эту это и одел. Хотя бы ещё Молот забрать. Потому что мы мускулисты. И мы можем им пользоваться. Блин, а Молот-то ведь классный. Давайте ещё раз посмотрим его. 10 тяжёлой пехоты процентов. Это очень жёстко. Хоть у нас рабы лёгкая пехота. Она основная наша сила. Но 10% тяжёлой. Которыми, кстати, обладают железнорождённые, если я не ошибаюсь. Это очень жёстко. Верно? Да-да-да, у них всё жила пехота. Основная сила. Хоть вроде бы, как бы, как викинги прям. А викинги же, они же лёгкая пехота в основном. Но нет, какие-то неправильные викинги. Хоть очень похожи на них. Странное, конечно, сравнение. Но, тем не менее. Вы давайте, как бы, сюда, внутрь. А эти... Сколько здесь? 8 тысяч. А так, можем уже сразу отправляться. Давайте этих... Вот они в спорте отправим. А здесь интересно, сколько получится. 5 тысяч. 6, 7, 8, 9. Да, чуть побольше будет. Здесь у нас 7 тысяч. Это на защиту. Вполне 7 тысяч должно хватить. Даже это много, на самом деле. Так, вы всё, вперёд. Давайте, 300 человек, ну, пожалуйста. А эти 4 тысячи должны помочь нашему железнорождённому. Ну, 5, точнее. Их мы кинем в... В Утёцкастерли. Давайте, тысяча человек, заходите. Хорошо. Всё, здесь 10. Надеюсь, истощаться мы не будем. Иначе придётся разделить. Что? Ой, только давай не нашему сы... Этому сыну, да ядрить меня за копчик. Ну, это же уже дебилизм полнейший. Ну, почему? Как? Зачем? Где логика? Я понять не могу. Ну, что это такое? Закончи войну, пожалуйста. Ну, давай. Вот, всё и пошло. Падла, да? Какая же ты падла. Нужно его, наверное, похитить. Да. Хороший вариант будет его похитить. Я не знаю, поможет ли это, но убить точно не помогает. Это я уже точно знаю. Так. Вот эти вы, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, давайте сюда. Слушай, давайте этих мы оба высадим в ланиспорте. Они истощаться, надеюсь, не будут? Убить, убить. Чёрт, они будут истощаться. Можно их пока что объединить, чтобы полководцы нормально здесь себя чувствовали. И чуть подождать, конечно же. О, кстати, уже перестали истощаться. 600, блин, кораблей. А, подожди, здесь ещё не все войска? А, тут новые пришли. Слушай, давай-то всё пока объединим. Здесь 13 тысяч. Этих можно пока подождать, пока они всё закончат здесь. Ну, имею в виду боевой дух. Сколько у вас? 22. Ох, у вас уже и деньги появились. И за им взят. Ой, они на нас пошли. Давайте. Давайте, 7 тысяч. А эти будут помогать? А эти помогать? О, мы становимся грамотным полководцем. Это классно. На зере наших лет мы наконец-то уже. Хорошо. 40 монет. Дело сделано. Хорошо. 68. В бой, в бой. На помощь. Подкрепление. Подкрепление. Е. Окей, нападаем. Кто, интересно, быстрее придёт. Ну, я надеюсь, эти как-никак здесь ближе. Чтобы зайти, хорошие полководцы. Давай. Давай. Высадка. Всё. 30 тысяч. Знаете, что я заметил? А, железный трон всё-таки... Всё-таки начал утёсу помогать. Я не знаю. Как? Зачем? Почему? Ну, начал помогать. Давайте-ка это мы так разделим. А, наверное, так тоже сюда. Там нет нормальных таких, чтобы... Тысячи можно, наверное, сюда выкинуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, денег нет на похороны. На похороны. Ну, блин, чувак, ты сдох. А, кто ж нам будет боевой дух? Давайте лечить нас. Врача нет. Давайте позовем. Мейстер позвать не можем. Просто обычного врача. 11 тысяч. Пожалуйста. Здесь 16 тысяч вполне... Слушай. А здесь мы... О, они вполне справляются. Вполне справляются. Здесь 766 кораблей. Подожди. Ой. А мы что, все сюда кинули? А мы все силы сюда кинули. Ох... Капец. На самом-то деле, ведь... Я планировал обороняться немножко. Мы кинули все силы. Ну, почти. В общем, это плохо. На самом деле, ведь Железный Трон... Его ничего не останавливает. Он может спокойно взять и приплыть к нам. И разобрать нас. О, пение кошмаров. Меня по ночам мучают страшные кошмары с изображением мерзкого Кэндала. Моего соперника брата в темном. Он воюет и... И ревез на меня в духе адских волынок. В то время как сам смотрит на это все и надрывается от смеха. Но я уверен, что темные духи посылают мне эти сны по какой-то причине. Я должен доказать себе, что достоин или быть отвергнутым, или слабовольным. Таков пульт о звездной премудрости. Он же мой друган. Можно пригласить его для развлечений. Ну, давайте. Так, ладно. Если мы сейчас замечаем то, что они начинают у нас борзеть и делают здесь высадки, то мы отправляем один отрядик на оборону. Или же все-таки, возможно, купим наемников. Потому что рискован здесь держать один отряд. Как-никак здесь силы огромные. И знаете, странно то, что не отделились королевства. Хотя, знаете, может быть это даже хорошо, потому что так у тебя 64 тысячи. А эти гады, у них... Не то, что у них реально будет очень много в сумме войск. И они сразу бы начали бы нас штурмовать. А здесь один мозг, который не дал приказ штурмовать нашу столицу. И этот мозг тупой очень. Но, тем не менее, мы чуть в плюс. Произошло событие 3000. Откуда это интересно? И вассалы 58 тысяч. И 49 тысяч, чувак. Я не знаю. Ладно, опасно в самом деле, но... Если чувак сейчас приведет сюда 66 тысяч... Мы влетим. Черт, Кендалл умер. О, получаем черту палач и поэт. Какое сочетание, господи. Так, лекарь, 18, ладно, пойдет. Ой, а палач-то дает страх плюс 20, и это хорошо, на самом деле. Страх плюс 20 и поэт. Ну, поэт у нас дает всего лишь дипломатия. Ну, в принципе, неплохо, ладно, пойдет. Так, а что у нас? А, класс. Получаем черту самодур. Супер. Возможно, стоит пока что сделать, организовать набег. Пока что сделаем так. Возможно, эти войска как раз и будут оборонять. Потому что бесполезно. Честно, бесполезно абсолютно. Может, там чуть гарнизон оно и пополнеет, но... Бесполезно. Они идут туда. Мы сейчас здесь делим отрядик. Здесь, кстати, 5000. Можно, кстати, сильно поделить. И кинем сюда. Хотя, подождем, пусть они влетят. 22 тысячи. Вот так. Делим. Вот так. Ой, все равно не хватает. Ну, ладно. Нужно, кстати, всех кидать, похоже. Всех кидаем. Да, у нас выбора нет, и придется их всех отдать. О! Здравствуйте! Да-да-да. Ладно, вот так вот будем делать. Здесь будем сами сидеть. О, мы еще этого поймали. А, это он сам его поймал. Ребят, пардон, мне на секундочку нужно было отойти. Так, все, мы здесь. Ни секунды времени не прошло, так уж продолжаем. Мягкая зима, хорошо. Просто супер. Как он с там полковод? Ой, слетел один. Давай тебя. Все-таки, наверное, сто... Ой, пошли на стоило взять наемника капитана. Капитан наемников, чтобы хотя бы его поставить сюда. Вервольф. Несколько последних ночей вы нервничали, не могли спокойно уснуть, отдаваясь странным мыслям. Чувствую необъяснимую усталость в эти дни, вы не могли избавиться от предчувствия, что скоро случится нечто важное. Теперь, очнувшись ночью, увидите, что сегодня полнолуние. Кажется, луна завораживает вас. Она зовет, наполняет вас безумием. Каким-то непостижимым образом вы знаете, что пора. Пора выбраться на волю и отдаться своей волчьей сущности. Что? Ликантропия. А, ладно, ну все бы ничего. Ну, пошлите. Дипломатия она забирает, но личный боевой навык плюс ноль это... Можно хоть один плюс от этой ликантропии? Дипломатия минус два. Серьезно, мы на 51 году догадались, что мы Вервольф? И то в такой, знаете, неудобной ситуации. Все ночью убежите, преследуя свою добычу. Наконец, рычая вой, вы бросаетесь на нее. Перегрызая ей горло и ужасные крики прекращаются. Родерик. Причем этот мужик здесь находится, да? Он сейчас отсюда. Класс. Лунная держимость. Но плюс два военки мы получили. Зато отдали дипломатии. Каляется в тюрьму. Хорошо. Пока держимся. Слушайте, давайте пока я сохранюсь, потому что оно... Что-то на самом деле я ссыкую. Конечно, да, загружаться плохо, но... Я что-то не планирую загружаться. Так, на всякий случай. Просто смотрите. 61 тысяча, и это меня очень-очень сильно пугает. Я ожидал, что он пойдет сюда. Но где он тогда сейчас находится? Ой, подожди. Можно узнать? Он находится здесь. 15 тысяч... А где остальные войска? А где остальные? Эмбарго. Ох ты, господи. Так, сынок. Воспитатель. Давай наставника нормального. Что ж вы послетали-то? 23 этого. Давай, будь нормальным воином, пожалуйста. Вся надежда на тебя, чувак. Этого скинули... А, нет, подожди. Пока его не скинули. А, так это ты здесь и есть, которого хотят скинуть. Тогда повременим. Да, давай будешь вознагражден. Так будет лучше и дешевле, и за одну домик себе получишь. О, можем собрать толпу. Может, хотя бы он нам заплатит деньги, и мы как бы выкрутимся. Так, ну здесь мы затащим. Нет, он не заплатил нам деньги. Просто его уничтожили. Мы сумасшедшие, блин, еще и Вер Вольф. Так, будем с кем-то драться. 2, 5,81. О, рисково. Ладно, ребят, я пока думаю, мы на этом остановимся. Да, на таком интересном моменте. Хотя, мне кажется, что мы его уделаем. У него двоечка у нас, вон, 5, почти 6. И я думаю, то, что вполне можно его усилить. Конечно, тоже рисково, ведь тоже в возрасте. О, а он старее нас, ему 62. Ну, в общем, ребят, давайте пока мы на этом остановимся. А узнаем, что будет дальше в следующих сериях. Сейчас очень рисково в том плане то, что... А, да, мы здесь их добьем. У него уже 59 тысяч. И где-то... Они плывут туда. И вот еще корабли. Они плывут сюда, что ли? Подожди. И здесь есть корабли Железного Трона. Ой, пожалуйста. Только не надо говорить то, что он решил приплыть сюда. А не сюда. То есть он просто приплыл вот так вот. Оплыл все. И давай нам здесь футез. Черт. Ну, так-то можно и слить, на самом деле. Я вот думаю, взять немного займов у Железного Банка. И прикупить себе... А, нет, не может. Не хватает. Короче, это нам не нужно. Нам нужны сейчас наемники. Прикупить совсем немного наемников, чтобы чисто нам помогли. Потому что эти силы уже начинают истощаться. Наемники хоть... У них такое свойство есть, то, что они могут пополняться медленно. Но могут. В отличие от наших войск. Вот. И они нам немножко помогут. Займ берем, потому что... Может не хватит на них содержания. Или можно взять его, когда уже точно не будет хватать. Ну, в общем, ребят. Спасибо пока большое за просмотр. Узнаем, что будет дальше в следующей серии. А пока ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь, кто еще не подписан. Удачи. Хотя уже все, кто досмотрели до этого момента, уже должны быть подписаны. Хм.